друзья всем привет и в этом видео я вам покажу инспекцию гостиницы альвадона ворд пелос которая находится в кирише гостиница категории 5 звезд на первой линии крепкая гостиница категории 5 звезд среди всего региона кемер поэтому друзья смотрите это видео постараюсь показать все важные детали и нюансы гостиницы альвадона ворд пелос и собственно начинаем инспекцию данной гостиницы так мы попадаем в пол гостиницы высокий потолок нестандартная такая люстра так смотрите видео получилось немаленькое поэтому сразу сориентирую вас по структуре этого видео значит сначала покажу вам два номера категории стандарт и family duplex после этого постараюсь показать территорию гостиницы альвадона потом будет обзор пляжа альвадоны самыми подробными деталями а также покажу как выглядит пирс у гостиницы альвадона после этого будет обзор обеда в гостинице да мы здесь обедали поэтому постараюсь показать все основные блюда которые были у нас на обед и в самом конце будет информация от представителя гостиницы альвадона ворд пелос который расскажет всю подробную детальную информацию по инфраструктуре и предоставляемых услуг гостиницей альвадона ворд пелос в общем дальше мы переходим к обзору тех номеров которые нам показали в гостинице альвадона ворд пелос так номер в альвадоне ворд пелос категории стандарт смотрите такое вот нестандартные как бы решение значит умывальники находятся отдельно от санузла это позволяет его сделать более компактным значит в санузле у нас естественно унитаз есть ванная с душевой кабинкой тут у нас раздельные две кровати их я думаю можно сдвинуть и сделать как бы french bed есть чайный набор есть телевизор сейчас мы поищем есть мини бар комплектации мини бара смотрите водичка не газированная водичка газированная две бутылочки пива и 6 баночек напитков так есть сей есть халаты есть тапочки дальше балкон показываю так тут у нас кресло вот такое есть так показываю балкон категории стандарт гостиница альвадона ворд пелос давай делать балкон выходит на главный бассейн и есть вот боковой вид на море так друзья гостиница альвадона ворд пелос категория номера фэмили дюплекс значит он состоит из двух этажей на первом этаже вот такая двухспальная кроват значит телевизор здесь у нас полочки чайный набор кофе чай и сахар и чайничек все есть здесь у нас мини бар так наполнение мини бара 6 баночек напитка водичка не газированная газированное пиво туборк балкон балкон с видом на бассейн частичный вид на море вот он виды как на море естественно на балконе есть стулья столик дальше здесь вот такой вот санузел так у нас косметика фирменная косметика гостиница альвадона свет света нету так санузел естественно туалет есть ванная с душевой кабинкой еще комплектуется тапочками тут а у нас шкаф шкафу у нас халаты так показываю второй этаж такая вот лесенка узенькая и на втором этаже у нас одна односпальная кровать и односпальная кровать также есть свой санузел только тут ванной нету тут дышевая кабинка естественно косметика тоже здесь вся присутствует тоже телевизор шкаф ну естественно отдельный так сама кондиционер да такой вот именно заход на второй этаж ну немножко такой вот узенький в принципе для деток вполне нормально так друзья показываю вам территорию гостиницы альвадона world palace часть территории там где находятся основные бассейны здесь есть бар возле этих бассейнов в общем бар не один это очень хорошо потому что чем больше баров тем меньше будет очереди на баре есть вальвадон и вот горки то есть можно покататься на горках территория очень такая приятная ребят реально зеленая территория есть много сосен много пальм все это принципе ухожено да на пальмах некоторых присутствуют уже подсохшие веточки но опять друзья в общем принципе как бы придраться реально вот ну я не могу ни к чему из того что я все видел в принципе я вам показываю в этом видео все что я вижу вам так само показывает гостиница очень приятная много плюсов гостиницы особенно подогреваемые бассейны когда гостиница стартует допустим уже в конце апреля начинает свою работу и водичка еще прохладное в бассейнах и в море то это однозначно очень огромный плюс у данной гостиницы больше звонком зонтиком все я вижу вот такому достаточно хорошем состоянии да допустим шезлонги скорее всего не новые но ребят абсолютно хорошего состояния зонтики очень белоснежные самое главное что это не клеенка это именно материя хбшка что-то в этом роде она не будет парить под солнцем ребят это еще один плюс у гостиницы альвадона world palace бассейнов достаточно не будет такого что здесь у вас друг на друге на год на головах будут туристы то есть вы спокойно можете поплавать вот как делают это люди в принципе гостиница на данный момент на 13 мая уже очень хорошо загруженная вообще все хорошие гостиницы кстати в регионе кемер по данной информации которые имею очень уже принципе загружены почти на полную катушку то есть 90 процентов некоторые некоторые 75 процентов а некоторые даже из сто процентов нам даже не могут показать номер потому что просто нету свободного номера так что друзья если вы хотите выбрать себе хорошую гостиницу для отдыха на летний сезон 2019 года подумайте об этом еще есть время для бронирования чтобы выбрать вашу идеальную гостиницу для вашего идеального отдыха вот здесь друзья есть такой вот амфитеатр где проводится вечерняя анимация то есть кроме того что в альва дон и очень хорошая команда аниматоров также сама здесь еще выступают и различные приглашенные артисты здесь есть афиша собственно говоря скорее всего лучше эту афишу посмотреть наверное даже на сайте гостиницы альва дона это все тоже есть ссылочку на сайт постараюсь добавить в описании к этому видео так вот у нас артисты которые будут выступать гостиницы альва дона гостина так друзья пляж альвадон и теперь я показываю вам его поближе значит на пляже есть у альвадона вот такой вот пирс на пирсе есть табло которое показывает температуру водички сейчас 20 градусов у нас водичка по состоянию на 13 мая 2019 года так вот показываю вам теперь поближе эту почву на пляже гостиницы альвадона но и смотрите вот галька которая занимает большую территорию пляжа гостиницы альвадона вот она такая меленькая меленькая значит галька это примерно по расстоянию от самой территории гостиницы занимает ну метров 30 дальше у нас идет вот уже крупнее галька возле самого входа вот размер этой гальки вот она в руках у меня вот такой вот вход в море в гостинице альвадона world palace подходим ближе к морю вот он вход ребят я просто балдею от этого моря вот которые здесь находится в регионе кемер она во всем кемере принципе то что я видел абсолютно идеальная прозрачная чистая водичка очень очень приятно вообще классно спокойная как правило волны здесь нету хотя иногда отсутствие волны это и есть недостаток нету возможности покататься на к на волнах там вот но опять это несущественный нюанс это вообще природное явление так что она не зависит от гостиницы ну а то что здесь можно нормально заходить детям здесь пологий заход он не длинный но он пологий то есть отличный заход для того чтобы провести здесь отдых детьми для тех кто конечно не любит гальку то будет конечно же комфортнее иметь специальную обувь для этого это коралки позаботьтесь об этом и вообще не будете знать никаких дискомфортов вот такая вот галька здесь примерно находим такой вот размер ну учитывайте эту информацию для того чтобы выбрать подходящий вариант вашей идеальной гостиницы для вашего идеального отдыха так и сейчас я вам еще покажу один такой вот заход который есть вы смотрите друзья вот есть дорожка вот такая принципе по территории пляжа их несколько этих дорожек чтобы вы могли подойти там примеру к шезлонгам вот чтобы вы не ходили по этой меленькой гальки кому-то дискомфортно значит она деревянная так же самое по ней удобно ездить и коляской и смотрите она идет вот заходит прямо непосредственно в самом море то есть для тех людей кому галька создает дискомфорт гостиница альва дона world palace позаботилась о том чтобы исключить этот нюанс из вашего отдыха и сделала вот такой вот заход в море чтобы вам было комфортно друзья еще один плюс пользу гостиницы альва дона world palace так друзья смотрите я надеюсь мы разобрались с пляжем гостиницы альва дона world palace если что-то непонятно то пишите в комментариях под этим видео задавайте вопросы буду естественно стараться вам ответить тем туристам которые отдыхали в этой гостинице тоже прошу поделиться информацией с остальными зрителями нашего канала чтобы у них была объективная информация по данной гостинице поделитесь вашим впечатлением ваше мнение по данной гостинице по пляжу данной гостиницы как вот вам удобно комфортно как вам отдыхается в данной гостинице потому что каждого есть свое мнение и она у всех может быть разные а сейчас друзья я нахожусь на персе в гостинице альва дона world palace вот так он выглядит сейчас покажу вам заход спирса так здесь у нас все застелено специальной тканью чтобы было не скользко об этом гостиница позаботилась опять молодцы все супер даже есть душ как вы только вылазить и из моря то есть вы сразу можете уже обмыться от морской водички и сразу выделиться полотенчиком вот наш спуск спирса естественно там будет уже достаточно немаленькая глубина поэтому учитывайте этот момент для того чтобы вы понимали всю объективную информацию по данной гостинице альва дона world palace который находится в поселочке кириш это 6 километров от самого города кемер на первой линии пока вот так друзья смотрите выглядит бар на пляже гостиница альва дона world palace значит один момент он находится не возле самой водички а вот условно говоря еще на территории гостиницы там где еще нету гальки вот поэтому самих шезлонгов зонтиков чтобы вам взять чего-то попить прохладительного вам нужно будет подойти на этот бар и взять напиток который вы хотите попить так смотрите друзья наша рекламная группа будет обедать в гостинице альва дона world palace поэтому у меня даже получится в этом видео показать вам что же здесь есть на меню гостиницы альва дона world palace и чем кормят туристы потому что нас абсолютно одинаково кормят так само как и туристов и все те блюда которые кушают туристы ну вот непосредственно на обед гостиницы альва дона world palace вы все увидите сейчас в данном видео так тут у нас какой-то шашлычок что у нас здесь жареные курьерные крылышки так дальше здесь даже есть равиоли друзья я удивлен до такого конечно гостиницах редко когда встретишь ну тут паста тут пасхудная такая вот еда цветная капуста так здесь у нас вареная брюссельская капуста здесь вареная цветная капуста вареная кукуруза и вареные кабачки так отварной как картофель и отварная индейка так здесь у нас вареный горошек и вареная рыба так это какое-то турецкое блюдо в общем мучное с какой-то начинкой так это плов тесте здесь копченые говяжья ребрышка запеченные куриные ножки так тут у нас целые овощи в общем мы что у нас здесь есть сладкий перец помидоры помидоры черри острый перец баклажаны огурцы в общем наверное демонстративная скорее всего смотрите друзья вот здесь вы можете сами сделать себе добавочку в окрошку здесь есть вот окрошка и если кому-то чего-то нужно какая-то добавка то есть вы естественно сами добавляете себе в свою окрошку вот так вот даже окрошка есть гостиница альвадона ворс пэлос ребят удивлен просто удивлен здесь у нас салаты так а это у нас наверное овощи на гриле приготовленные тушеная фасоль а что это ребят тут у нас какое-то мяско даже не знаю что ну мясо так это у нас какое-то сатэ наверное с овощами какими-то ух опять это это похоже на печенку тушеная говяжья печень так это у нас рис картофельное пюре так это что запеченные котлеты блин ребят реально вот это все пока вам покажу я ничего не успею покушать как всегда так это у нас это лапша какая-то томатик рыба на пару обратите внимание есть рыба на пару а есть рыба вареная запеченные ножки индейки рагу из ягненка и овощей говядина жареная антрикот так ребят я надеюсь когда-то дойду до еды своей вот постный борщ обратите внимание есть постный борщ овощной суп суп пюре суп кремовый суп так дальше пойдемте тут это еще не все друзья в общем сейчас мы еще дальше что-то у нас тут а есть что у нас тут есть так здесь у нас фрукты начинаются есть вот такая вот клубочка естественно арбур резанный уже так тут а у нас турецкая выпечка рагу из цукини фаршированные помидорчики ребят не знаю чего вот тут у нас есть гречка только не могу открыть но есть гречка вау наконец-то я добрался до последнего блюда это рыбка на гриле в общем друзья я вам показал значит то меню чем корм туристов гостиницы альвадона вордпелес которые находятся снаружи ресторана вот теперь сейчас я еще покажу тоже остальное меню что же находится внутри ресторана основного ресторана в гостинице альвадона вордпелес значит здесь у нас есть овощи как в целом виде так уже и нарезанные и салаты есть у нас маринованные овощи есть у нас сыр и в общем друзья я все комментировать не буду просто смотрите то разнообразие блюд которые есть в гостинице альвадона вордпелес так с этой стороны у нас уже идут фрукты здесь у нас яблоки алыча абрикосы бананы апельсины и и тут у нас сладкий стол не сильно много разнообразия но опять таки зато она все в оригинале то есть нету того что 10 блюд из одного ингредиента но разного цвета так друзья показываем еще напитки которые идут в обед в гостинице альвадона вордпелес значит персиковый сок вишневый сок так это у нас чай здесь у нас кофе кофе из автомата чай у нас из пакетика выбираете вкус который вам нравится делайте себе чай хотите добавляете лимончик и яблочный сок и еще какой-то стоп значит смотрите под соком я пил сок персиковый очень похожий на настоящий сок не из пакетика в общем друзья не знаю напишите в комментариях под этим видео что же вы можете сказать по данным напиткам которые идут в обед в альвадоне вордпелес поделитесь информацией всеми со всеми я думаю всем будет полезна данная информация здравствуйте еще раз добро пожаловать в наш отель если кто сотрудничал с нами ранее знает что раньше мы были пегас вордпелес сейчас мы альвадона вордпелес в 2015 году была произведена большая реконструкция отеля были изменены спа-центр, лобби и комнаты у нас есть шесть блоков, шесть корпусов с первого по третий этаж это стандартные номера на четвертых этажах это фэмили дюплекс и торцевые номера в каждом блоке это террас-сьют в номерах тапочки, халаты, вайфай, сейф, мини-бар, кофейные и чайные наборы все это бесплатно у нас есть четыре али-карт ресторана китайский, турецкий, рыбный и итальянский они все платные, 10 долларов с человека детки до шести лет бесплатно, 6 до 12,5 долларов если у гостей день рождения, годовщина свадьбы, медовый месяц то одно посещение предоставляется бесплатно также гости, которые проживают в террас-сюте четыре али-карт ресторана по одному разу могут посетить бесплатно четыре али-карт ресторана, они могут по одному разу посетить анимационная команда у нас вся русскоязычная активная, также есть тинейзер-клуб и мили-клуб предоставляем услуги няне 1 час 20 долларов для самых маленьких до 4 лет коляски даем в аренду аренда у нас бесплатная, только на рецепшене оставляется залог в виде 100 долларов колясок в достаточном количестве всегда да, но все равно лучше написать запрос на наш мы мы вам дадим визиточку, вы можете указывать то есть тогда вот сто процентов можно взять в аренду колясок услуга клашки у нас платная, утюги мы не предоставляем в номер горшки, ванночки, детские колясочки, баночное питание, все это есть в какой марке? турецкая, вот я могу вам показать фруктовая, у нас херобейби а, херобейби херобейби есть как и фруктовые, так и овощные блендеры, микроволновки в банальном ресторане есть детский буфет там есть и блендеры, и микроволновка там даже несколько блендеров также мы делаем под заказ индивидуальное меню как и для деток, так и для взрослых если у людей аллергия на что-то либо же непереносимость молочных продуктов также все по запросу мы предоставляем бесплатно в стандартном номере 2 плюс 1 на третьего человека идет дополнительная кровать она находится в номере, мы когда будем смотреть номера я вам покажу как она выглядит в фэмили дюплексе 2 плюс 2 в террасю тоже 2 плюс 2 пляж длиной 400 метров калька, песок вход в море пологий пляжная зона разделена на 4 есть детская зона с бассейном, с морской водой 40 сантиметров глубина вода в нем регулярно меняется да, в детский бассейн с морской водой подогревом бассейна нету? есть, сейчас я расскажу также есть общественная зона зона 15 плюс и зона павильона павильоны у нас платные на данный момент цена становит 80 долларов они рассчитаны на 4 человек туда входит обслуживание официантом личный душ, сейф, мини-бар насчет бассейнов с подогревом у нас есть открытый бассейн с подогревом зона 15 плюс также детский аквапарк подогреваемый и в спа-центре закрытые бассейны для деток и взрослых также подогреваются скажите, а бассейны с подогревом с сортами они все что? есть сезон подогреваются? и вы только думаете, есть сезон? есть сезон мы зимой не работаем мы закрыты вот летний сезон полностью подогревается на какой температуре? детский аквапарк 30 релакс бассейн открытый 28 закрытый бассейн 26 по алкоголю какой алкоголь представлен в гостинице? первые полки это бесплатные вторые полки это платные чтобы гости ориентировались легко то есть во всех барах вот так устроена первая полка, которая входит в стоимость вторая полка алкоголя это та, которая идет за доплату и вы когда хотите определенный напиток определенной марки просто гость говорит, что я хочу именно там Jack Daniels либо Red Label он наливает то, что он хочет у нас концепция есть и импортные и местного производства алкоголя просто нужно уточнять какое вы хотите да, привозные вечерние дискотеки есть разные тематические вот мы когда будем проходить я вам покажу стенд вы сможете посмотреть также шоу нашего нашей анимации вечерами проходит и на пирсе пианые вечеринки и возле бассейна вечеринки как часто? раз в неделю возле бассейна допустим раз в неделю дискотеки на главной сцене проходят где-то раз в три дня тематические которые то есть грубо говоря каждый вечер у вас анимация на дискотеке у вас не каждый день правильно? смотрите у нас дискотеки допустим сегодня вечером будет выступление Юлия Ясавича завтра будет диджей то есть зависит от того какой это день так в принципе через день через два чередуется после 11 у нас есть закрытая дискотека в закрытом помещении вот там гости могут от двух до трех ночи отдыхать а на закрытой дискотеке там напитки есть? да конечно алкогольные без алкогольные входят для повторных гостей есть какие-то комплименты в номер идет бутылка вина фрукты сладости поздравительная открытка так же как и день рождения годовщина свадьбы медовый месяц террас-сьют категории номера так же идет комплимент в номер какие новинки по этому году? что поменялось по сравнению с прошлым? по сравнению с прошлым годом нас только по территории больше подосытили деревьев вот зелень не побольше стало так в принципе в прошлом году только аквапарк новые построили в этом году так масштабно что-то не меняли